Добрый вечер на телеканале УРТ Планета новости дня. Студия Анна Втюрина. Картина событий этого четверга в материалах моих коллег. А сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Рабочий визит Сергея Горькова в Оренбуржье. Каким глава Внешэкономбанка видит перспективы местного производства? Паводок надвигается. МЧС тестирует беспилотники. Когда оренбуржцам ждать большой воды? Голубое топливо в каждый дом. В поселке Чистый Оренбургского района проводят газификацию. Более трех тысяч тонн в сутки. Как обеспечивают безопасность на единственном в районе предприятии по добыче соли? Нет денег, нет и света. Должникам за коммунальные ресурсы перекрывают доступ к услугам. Кризис миновал. Предпосылки для развития предприятия есть. Сегодня председатель Мнешэкономбанка Сергей Горьков осмотрел птицефабрику «Уральский бролер», в которую инвестированы кредиты, выданные его банком. После смены собственника «Уральский бролер» испытывал серьезные проблемы. Сегодня птицефабрика готовится к акционированию и заявляет все трудности в прошлом. В этом убедился и руководитель ВЭБа, крупнейший кредитор уральского бролера. Сергей Горьков осмотрел производственные мощности птицефабрики, которая по итогам прошлого года произвела более 37 тысяч тонн куриного мяса. Продукция уральского бролера, всего 110 наименований, пользуется устойчивым спросом в Оренбургской области и поставляется в ряд других регионов страны. Несмотря на солидные объемы выпущенной продукции, прибыль в прошлом году составила всего 3,5 миллиона рублей. Основная часть вырученных средств ушла на оплату долгов. Однако уже в первом квартале этого года птицефабрика должна заработать на несколько порядков больше. Ни один из 1200 ее работников не сокращен. Производственная и финансовая динамика в положительной зоне. Председатель Межэкономбанка и губернатор Юрий Берг провели дегустацию колбасных изделий из мяса птицы. Изучили ассортимент выпускаемой здесь продукции. Ну что, по-моему, мне кажется, очень хорошая. Но вот это вот качественно смотрится. Послушайте, вот разделка у вас хорошо смотрится. Прям вот. Я просто вот крылышки, например, больше люблю. Почему-то. Смотрите, видно, разделка хорошая. По итогам визита на уральский бролер он составил положительное заключение. Предприятие действительно оправилось от кризиса. У него есть планы развития и вполне реальные производственные цели. Мы видим перспективу запуска дополнительных мощностей. Мы обсуждали в том числе перспективу возможного увеличения производства и строительства дополнительных цехов. Может быть, и сейчас, в ближайшее время. Я уверен, что предприятие работает стабильно. Теперь наша задача уже больше мы занимаемся не стабилизацией, кризисным управлением предприятия, а скорее же перспективой. Это уже очень хорошо. А перспектива у предприятия есть. Он хороший локальный игрок, с хорошей эффективностью, с хорошими вкусовыми качествами. Поэтому будем развиваться. Я очень доволен тем, что делегация университетского эконом-банка наше предприятие понравилось. Я думаю, что я высказал то, что было сейчас, о чем говорили, и особенно о перспективе ухаживания. Сегодня трое оренбуржцев получили государственные награды в Нижнем Новгороде. По поручению президента России Владимира Путина госнаграды вручил его полномочный представитель в ПФО Михаил Бабич. Медалями за спасение погибших отмечен судебный пристав Владимир Житнюк из Оренбурга и фельдшер скорой помощи Эльмира Рысаева из Медногорска. А звание «Заслуженный спасатель России» досталось начальнику военизированной части общества «Газпром добыча Оренбург» Сергею Калдузову. Подробности в наших ближайших выпусках новостей. А пока к другим темам. Весенний паводок все ближе. Сотрудники МЧС готовят к половодию беспилотные летательные аппараты, которые в этом году будут использовать во время разлива рек. Они помогут спасателям с высоты птичьего полета точно определить масштаб возможного бедствия. Пока это только тренировочный полет. Но уже через неделю, когда столбик термометра, по прогнозам синоптиков, резко поползет вверх, их помощь будет неоценима. Квадрокоптеры поднимаются до двух километров в высоту. 20 минут разведки в воздухе и ситуация видна как на ладони. В Оренбурге на вооружение поступило семь беспилотников. Шесть одного типа аппаратов. И один, в общем-то, он довольно-таки увесистый, может подниматься на высоту до километра. У него, значит, установлен тепловизор. Он может искать человека, может, в общем-то, пострадавшего, допустим, у нас когда много потерявших, особенно в летний период времени, можем поднимать этот квадрокоптер, в том числе тепловизора, отыскать на больших, в общем-то, площадях человек, который заблудился, допустим, в степи или в лесу. Однако к поводку должны быть готовы не только техники, но и специалисты. Чтобы управлять таким небольшим по размеру аппаратом, необходимо два человека. Три дня 45 бойцов из районов всего Оренбуржья проходили обучение. Им наглядно показывали, как запускать и управлять беспилотником. Аккумулятора хватает на полчаса полета. В комплекте имеются дополнительные аккумуляторы, которые можно заменить и продолжать, собственно говоря, полет. То есть он возвращается на место взлета, меняется аккумулятор и дальше, то есть до двух часов. На сегодня ситуация с поводком пока стабильная. Тем не менее, на реках лед уже тонкий, а кое-где появляются полыньи. Выходить на лед уже опасно для жизни, говорят спасатели. Хотелось бы обратиться к жителям города Оренбурга и всей области, чтобы категорический выход на лед запрещен сейчас, потому что это очень опасно для жизни. Также помощь в работе спасателей во время паводка будет осуществлять вертолет из авиационно-спасательного центра «Жуковский». В областной центр он прибудет уже завтра. Анна Золотухина, Наталья Мороз, Виктор Яковлев. Новости дня. Ближайшие несколько недель паводок останется ключевой темой в регионе. Сегодня в Доме советов прошло расширенное совещание представителей правительства с руководителями Эриклинской ГЭС и Сорочинского водохранилища. Работа по предотвращению последствий паводка ведется в ежедневном режиме. На заседании расширенной комиссии по чрезвычайным ситуациям задачи экстренным службам поставил лично губернатор. Были проведены смотры техники, готовятся справляться с большой водой и в каждом муниципалитете. На очередном заседании штаба основной целью правительства было убедиться в том, что никакие непредвиденные обстоятельства не оставят оренбуржцев без электроснабжения. На совещании присутствовали как ресурсоснабжающие, так и ресурсопотребляющие организации. Особенно подтопляемые территории, мы говорим о том, что у нас 55 населенных пунктов могут попасть в зону, которая будет отрезана от большого мира паводковыми водами. Мы должны понимать, что все и жизнедеятельность, и энергообеспечение должно быть, и обеспеченные люди должны быть медикаментами, продуктами и всем остальным. Поэтому это один из моментов. На сегодняшний день синоптики прогнозируют скрытие рек на конец марта. До 5 апреля этот процесс должен завершиться. Местами в регионе ситуация по паводку будет складываться хуже, чем в прошлом году. На востоке снегозапасы все-таки пониже, чем средние многолетние нормы, хотя с прошлым годом там есть места, где повышенный фон. В основном снегозапасы высокие в западной и северной части, то есть это бассейн Волги, то есть река Самара, в районе Бузулука. Там возможны уровни паводка, это я уже уточняю, достигающие опасных явлений. Сегодня в новостройке поселка Чистый Оренбургского района подали долгожданный газ. Голубое топливо уже получили первые пять семей. Со временем к газопроводу подключат еще два десятка домов. Репортаж Анны Золотукиной. Хозяйка Зульфия приглашает всех на чай, ведь сегодня для ее семьи, где растут двое детей, такое же по важности событие, как новоселье. Дом теперь отапливается газом, а не, как еще недавно, углем и дровами. В новом микрорайоне поселка Вахитовы, можно сказать, первопроходцы. Мы самые первые жители, у нас четыре зимы уже прозимовали. Сегодня новая застройка поселка – это 410 участков. Многие были выделены многодетным. Более полусотни домов на стадии строительства, а в трех десятках уже постоянно живут семьи. И к каждому жилому строению по очереди будет подан газ. Как быстро – зависит от самих новоселов. По мере готовности их, то есть когда они закупят котлы, плиты, построят внутрянку, после этого мы готовы в планном порядке их подключать к газоснабжению. При наличии новых домов, нового села, я так думаю, что увеличится количество желающих у нас по работе в сельском хозяйстве, и село будет развиваться. Программа газификации сел в Оренбуржье продолжается. Этот процесс находится на контроле самого губернатора. Так, уже 98% жителей поселков с населением свыше 100 человек пользуются голубым топливом. Эта работа продолжается. В этом году, кроме чистого, будет гестировано еще по областной программе совместно с «Газпромом» шесть сел. Это у нас касается из Бузловского, Кваркинского, Кондыкского и Сахмарского районов. По словам специалистов, по области сегодня застраиваются и подключаются к газу порядка 10-15 поселков. Как правило, вблизи городов и райцентров. Подача голубого топлива дает новый импульс для дальнейшего развития села. Анна Золотухина, Игорь Бероев. Новости дня. Артиллеристы ударили залповым огнем по условному противнику. Напомним, масштабные войсковые учения на Тотском полигоне проходят уже вторую неделю. Боевые стрельбы артиллеристы производили из реактивных систем залпового огня «Град Ураган», а также «Гаубиц». Подразделения наносили групповые удары по движущимся колоннам условного противника, а также по складам с оружием и командным пунктам. Координаты цели были получены с помощью беспилотных летательных аппаратов. В учениях приняли участие более тысячи военнослужащих. Задействовано свыше 300 единиц военной техники. Более полутора тысяч человек. Такова на сегодня численность Росгвардии. Почти год прошел с того момента, как президент России Владимир Путин подписал указ о создании войск национальной гвардии. О проблемах и перспективах развития объединения говорили сегодня на встрече с представителями СМИ. Сейчас проходит второй этап формирования структуры. Окончится организация управления к концу 2018 года. Тогда сотрудники ОМОНа и СОБРа приобретут статус военнослужащих. При их силовой поддержке проходят самые важные спецоперации. Одна из них – задержание группы, которая занималась хищением углеводородного сырья. В 2017 году от взаимодействующих подразделений УВД области поступило 97 обращений на задействование силы и средств специальных подразделений для проведения специальных мероприятий. Из них 9 – на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении общественно-массовых мероприятий на территории Оренбургской области. В ходе совместных проведенных мероприятий задержано 53 человека, причастных к совершению преступления. С какими проблемами приходится сталкиваться гвардейцам? Как они решают их в рабочем режиме? Моя коллега Анастасия Матвеева провела день вместе с бойцами одного из оренбургских подразделений Росгвардии. И узнала о деталях той работы, которая обычно остается скрытой от чужих глаз. То место, куда в обычный день посторонним входить запрещено – это самое сердце батальона полиции Росгвардии. Это пульт централизованной охраны номер 2 в неведомственном отделе охраны по городу Оренбургу. Здесь у нас располагаются 4 рабочих позиции, на которых женщины, служащие, несут круглосуточное дежурство. У каждой сотрудницы сразу несколько телефонов. В режиме реального времени они отслеживают состояние более 9 тысяч объектов по всему городу. Звучит сигнал тревоги. Оператор сообщает об этом в дежурную часть. ГСК 398, 398. Переулок Нижний, 11. Тревогу принимай. Патруль, которая находится ближе всего к месту, выезжает на вызов. В группе задержания двое. На территории им подконтрольны около 2000 квартир и больше 100 других объектов. Чаще всего вызовы поступают из крупных торговых центров ночью из усилительных заведений. Люди агрессивные, как бы, есть на маршруте, всякие встречаются. Ну, как бы, стараемся их успокаивать методами убеждения. Бывает такое, что и применяем мы физическую силу и спецсредства. Всего несколько секунд и злоумышленник задержан. Всего с начала года с помощью сотрудников вне ведомственной охраны войск Национальной гвардии было раскрыто 240 преступлений. Просечено более 4000 правонарушений. Подготовка теоретическая и практическая. Еще одна сторона службы вне ведомственной охраны. Стрельбы проходят на полигоне при ОМВД. Форма пока тоже прежняя. Сотрудники говорят, с присоединением к Национальной гвардии в их работе кардинальных изменений нет. Задачи у нас остались прежние. Это охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности граждан на улице, раскрытие преступлений, пресечении административных правонарушений и выявление лиц их совершивших. А также обращаем особое внимание на самую основную нашу задачу. Это охрана собственности граждан, объектов, подключенных на ПЦН вне ведомственной охраны. О том, как будет выглядеть сотрудник Росгвардии и что ждет управление в ближайшее время, смотрите в нашей итоговой программе в это воскресенье в 10 утра. Анастасия Матвеева, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Это еще не все новости четверга. И вот о чем расскажем во второй части нашего выпуска. Более трех тысяч тонн в сутки. Как обеспечивают безопасность на единственном в районе предприятии по добыче соли. Нет денег, нет и света. Должникам за коммунальные ресурсы перекрывают доступ к услугам. И в продолжении выпуска новости экономики. Оренбуржцы стали зарабатывать больше. В среднем доход на душу населения в этом году составил почти 20 тысяч рублей. Что почти на 20% больше заработка в январе 2016 года. Правда, увеличились и расходы. Объем номинальных денежных доходов населения Оренбургской области в январе 2016 года составили более 30 миллиардов рублей. А уже в этом году выросли почти на 19%. В свою очередь денежные расходы этого года, а это 39 миллиардов рублей, также выросли по сравнению с январем 2016 года почти на 11%. Увеличение накопления населения сыграло на руку и укрепление рубля по отношению к доллару США и евро. Курс валют на завтра уже на ваших экранах. Платить или не платить? Вопрос, который к услугам ЖКХ, казалось бы, относиться не должен вообще. Свет, газ, вода в дома поступают, а вот оплаты за них зачастую нет. В профильном ведомстве отмечают, долги населения перед ресурсоснабжающими организациями растут. Эта сумма уже больше 2,5 миллиардов рублей. Как поставщики коммунальных благ борются со злостными неплательщиками, расскажут мои коллеги. Откройте. Подождите, пожалуйста, что вы долбитесь-то, а? За дверью молодая мама с маленьким ребенком на руках. Долг за электроэнергию копился долго. Семью предупреждали, приглашали на беседы. Однако стремлений заплатить со стороны должников так и не появилось. Более того, о сумме задолженности они узнают только сейчас, когда к ним пришли уже отключать воду. А долг у нас какой? У вас долг 19 тысяч 33 рубля. В результате утомительных уговоров контролеры и слесаря в квартиру все же пускают. А в этот раз решили семье дать шанс. За дверью клиент сказал, что до конца недели это он оплатит точно или заключит реструктуризацию. По словам контролера, в их практике есть такое, что долг двух-трех домов доходит и до полутора миллионов. Отключать электроэнергию или горячую воду – это крайняя мера, о которой предупреждают заранее. Стороны пытаются договориться. Должникам могут предложить рассрочку платежа, но это в том случае, если они сами заинтересованы. Чаще всего действовать приходится радикально. Несмотря на то, что в этой квартире дверь никто не открыл, у специалистов есть подписанные уведомления, поэтому свет отключают. И зажжется он только после оплаты. Я вешаю пломбу, чтобы они потом самовольно не смогли подключиться, так как перекрыла клеммную коробку. Так как мы придем в следующий раз, например, если увидим, что она отклеена, она отклеена и там написано вскрыто красным прям. И мы потом будем составлять акт. Как правило, на собственнике жилья лежит долг не за какую-то одну услугу. Если человек не платит за свет, то, скорее всего, он в должниках по всем пунктам. Борются с неплательщиками не только ресурсники, но и управляющие компании, которым жильцы также должны многомиллионные суммы. В частности, ТСЖ «Искра» недосчитывается 12 миллионов рублей. В управляющих компаниях свои методы борьбы. Не просто предлагали, а был заключен трудовой договор, в котором было оговорено, что часть, 50% от заработной платы, человек вносит в счет погашения долга. Но и такой вариант устраивает не всех. Директор управляющей компании утверждает, иногда складывается такое впечатление, что должники принципиально не платят, чтобы проверить на себе действия закона. Только забывают, что шутки с ним плохи. О том, какие еще методы борьбы с неплательщиками существуют и являются ли они действенными, расскажем уже в это воскресенье в 10 утра в программе «Итоги недели». Татьяна Кирзина, Владислав Горбунов. Новости дня. Работа с риском для жизни. Два серьезных ЧП произошло с начала этого года на крупных предприятиях региона. Одно из них со смертельным исходом. Чтобы подобного не происходило впредь, профильное министерство применяет серьезные меры. Одна из них – выездные комиссии, чтобы на месте проверить, кто и как следит за безопасностью людей. Первое заседание состоялось сегодня в Солилецке. Члены межведомственного объединения проверили условия работы сотрудников предприятия «Руссоль». Тему продолжит Алина Ильбукаева. Вот так упаковка за упаковкой. Ежедневно предприятие вырабатывает более 3000 тонн соли. Производство не прекращается ни на минуту. Завод работает в круглосуточном режиме. Сегодня на предприятии трудится более 520 человек. И руководители утверждают, что за последние три года на заводе не было ни одного крупного ЧП. Если какой-то случай происходит, то в большинстве у нас связан не с оборудованием, а человек, возможно, поскользнулся, возможно, проявил какую-то неосторожность. Не более того. Во всяком случае, за последние где-то года три я точно такого случая не могу припомнить. Все по неосторожности человека. Зачастую попадают наиболее опытные, потому что они считают, все знают. Те, которые люди только пришли на производство, они все-таки строго старо пытаются выполнять требования охраны труда. В 2007 году в истории Россоли начался новый этап. Старое оборудование заменили новые автоматизированные системы. Как результат увеличения производства и более комфортные условия труда. Однако современные технологии далеко не всегда становятся гарантом безопасности. Пример тому два несчастных случая за первые месяцы этого года. На маслоэкстракционном заводе рабочий погиб, а на свинофирме Вишневский сотрудник лишился руки. В последнее время на самых высокоорганизованных, компьютеризированных предприятиях случаются несчастные случаи. Со смертельным исходом в том числе. Наказываться жесточайшим образом, поскольку все штрафные санкции, все прочее через трудоинспекцию увеличено в несколько раз. Миллион уже штрафов будет в обязательном порядке и вплоть до дисквалификации. Россоли – это единственное предприятие в регионе, которое занимается добычей каменной поваренной соли. Значительная часть работы идет под землей. Ежедневно люди работают в зоне повышенного риска. Только в утренней смене около сотни человек. Мы полностью контролируем степень знания и, соответственно, все то, что требуется в части проверки знаний, инструктажей, мы это делаем в установленные сроки, которые происходят. И дополнительно нас проверяют контролирующие органы. И тем самым нареканий со стороны за последнее время не выявлено. Это для нас большой плюс. Ежегодно Россоль добывает около одного миллиона тонн продукта. При этом сказывается запрет на ввоз соли из Украины. Объем производства регулярно увеличивается. Но в погоне за продажами главное не забывать о безопасности рядовых сотрудников. В региональном министерстве уверяют, подобные выездные комиссии станут регулярными. Ведь главная задача – не допустить повторения сорочинской трагедии. Алина Льбукаева, Георгий Брусский. Новости дня. Также в ходе рабочего визита в Солилецк представители министерства побывали в городском детском доме. Там они наградили победителей конкурса тематических рисунков «Безопасность труда и я». Швеи – врачи-домохозяйки. В своих рисунках дети изобразили, как они понимают серьезную проблему безопасности труда. Все участники получили поощрительные призы и грамоты. Абсолютным триумфатором стал Андрей Коннов. Мальчик победил сразу в нескольких номинациях, в том числе и на федеральном уровне. А в дальнейшем мечтает стать художником. Мне нравится рисовать, потому что там в рисунках можно проявлять свою фантазию. Можно рисовать какие-нибудь свои узоры. А в завершении встречи ребята рассказали о своих достижениях и продемонстрировали несколько творческих номеров. И к другим темам. Ситуация на Оренбургском заводе «Гидропресс» остается напряженной. Напомним, руководство задолжало работникам заработную плату в размере около 4 миллионов рублей. Без средств к существованию осталось почти 200 человек. Что в первую очередь делать тем, чьи трудовые права нарушаются? Ответы на эти вопросы в нашем следующем сюжете. В региональном совете Федерации организации профсоюзов сейчас держат на особом контроле сразу несколько непростых случаев. Это задолженность зарплаты на гидропрессе и недовольство коллектива наградообразующим предприятиям в поселке Светлый. На 4 конференции профсоюзов отмечают. Благодаря четкой и планомерной работе профсоюзных лидеров работники предприятий уверены в том, что их права будут соблюдены. Членство в профсоюзе дает гарантию того, что в непростом трудовом споре человек не останется один на один с проблемой. Сто процентов он может быть и уверен в том, что он будет в трудную минуту обязательно получит грамотную правовую помощь, поддержку, в том числе где-то и финансовую. Но самое главное, конечно, это защита представительства интересов с их руководством предприятия на уровне министерств. Зоя Васильевна Цегулева в профсоюзном движении уже около 50 лет. За свою активную общественную жизнь она помогла сотням людей, чьи трудовые права были нарушены. Сегодня ей вручают особую награду – нагрудный знак за заслуги перед профсоюзным движением. На заседании также напоминают – этот год объявлен годом профсоюзной информации. Главная цель на ближайшее время – усилить работу со средствами массовой информации, чтобы доступными способами донести до работников разных сфер членство в профсоюзе гарантия социальной защищенности. Представители региональной власти также отметили важность профсоюзного движения и поздравили с солидным юбилеем – 100 лет со дня образования. Оксана Боричев, Роман Боричев, Новости дня. Печальные вести пришли из Омска. Там на 76-м году жизни скончался знаменитый оренбургский актер и режиссер Георгий Котов. Георгий Котов родился в Оренбургской области в семье артиста. Выступал на сцене Оренбургского драматического театра. Спектакли по романду Теодора Драйзера «Американская трагедия». В 70-х переехал в Омск. Там же играл в театре. Известен ролью спектакля «Василий Теркин». В 2017-м стал лауреатом фестиваля «Золотая маска» за вклад в развитие театрального искусства. Ольга Серебрийская, создатель и художественный руководитель Оренбургского муниципального камерного хора, принимает поздравления с юбилеем. Праздничный концерт накануне собрал тысячи оренбуржцев. Поздравили выдающегося деятеля культуры не только первые лица города, но и гости из ближнего и дальнего зарубежья. Как всегда, блистательная и лучезарная. Перед выходом на сцену небольшая пресс-конференция и встреча с давними знакомыми. Маэстро из Италии Силио Сигантини. И сегодня помнит их первую встречу, которая состоялась еще 10 лет назад. Всех заслуг Ольги Серебрийской просто не счесть. Она вместе с хором объездила полмира. В каждой стране их концерты встречают полные залы. Из года в год популярность Оренбургского муниципального камерного хора только растет. Вдохновение беру в этой жизни. В этой жизни небо, солнце, Бог, музыка, все, что окружает. В зале практически нет свободных мест. Услышать настоящий камерный хор и почувствовать его энергетику пришли оренбуржцы самых разных возрастов. На сцене друзья, нескончаемые поздравления и цветы. Этот день особенный вдвойне. Юбилейный концерт завершается присвоением выдающемуся деятелю культуры звания «Почетный житель города Оренбурга». Решением Оренбургского городского совета звание «Почетный гражданин города Оренбурга» присвоено Ольге Станиславовне Серебрийской. Татьяна Кирдина, Семен Воробьев. Новости дня. И к новостям спорта. Сегодня днем волейболисты Оренбургского нефтянника выехали в Уфу, где в субботу сыграют матч предпоследнего 25-го тура чемпионата Суперлиги с Уралом. Значение этого матча для оренбургской команды переоценить невозможно. Учитывая важность предстоящей встречи, руководство нефтянника приглашает болельщиков поддержать команду в Уфе. Для чего будет предоставлен транспорт, комфортабельный автобус. Автобус будет отправляться в 10 часов от Олимпийского в субботу. Игра начинаться будет в 17 часов в спортивном комплексе «Динамо» в Уфе. И сразу же после окончания игры на этом же автобусе болельщики вернутся обратно. Горячая поддержка нам нужна, потому что очень важная игра, от нее много чего зависит. Даже можно сказать, что это продолжение того, что было здесь в Оренбурге, и одно без другого не имеет смысла. Победив в предыдущем туре «Краснодарская Динамо», оренбургцы покинули последнюю строчку турнирной таблицы. В случае удачного результата в башкирской столице, наши шансы на сохранение прописки в Суперлиге станут существенно выше. К этому часу это все новости. Следить за событиями в городе и области вы также можете на нашем сайте media56.ru и в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Я же с вами прощаюсь и передаю слово моему коллеге Виталию Дерябину, который расставит главные акценты этого дня. Редактор субтитров А.Семкин